Телеканал 24 ДОК и Музей современного искусства Гараж представляют. Зачем нужны скульпторы? Зачем вы делаете скульптуры? Так говорят ремесленники. Луиза Буржуа. Паук, любовница и мандарин. Эта женщина прожила 99 лет. Да, ноги в воздухе. Что в принципе не мало для человека, а для художника, который пережил, начиная с Первой мировой войны, прошла все стадии движения, феминизм, абстрактные скульптуры. Чего ты хочешь? Принести пользу. И которая в конце жизни создала что-то принципиально новое вообще для всех. Цель моих работ в том, чтобы выразить эмоции. Мои эмоции – это мои демоны. Вот почему я вкладываю всю эту энергию в скульптуры. Когда начались съемки, Луизе было за 80. Ведь она очень непростая личность, и в фильме это видно. Вы действительно постигаете ее. Невероятно женственную и невероятно деликатную, но все же сделанную из стали, и именно такую, какой она хочет быть. Первое, на что я всегда реагирую, – это качество тишины. Стоит мне привыкнуть к тишине, и появляется концентрация. А это спасение. Мне нравится. Ее работы тоже непростые. Их в обертку не завернешь, и на день рождения не подаришь. Думаю, что это важно для российской аудитории, потому что им нравится сущность, и им нравится чувствовать, что существует некоторая история за вещами. Почему это скручивание так вас впечатлило? Оно вас напугало или уделило? Нет, оно было эффективным. Я познакомилась с сюрреалистами. Сначала с Максом Эрнстом, затем с Марселем Дюшаном и Андре Бретоном. Мы были очень близки, потому что ожесточенно спорили. Самая знаменитая работа, с которой начались ее объемные инсталляции, это разрушение отца. И в то же время после этой работы начинаются пауки, которые ассоциируются с матерью. Чего ты хочешь? Нет, ни за что. Это будет не настоящее творчество. Мне трудно это создавать. Вся жизнь это идет в соприкосновении, противопоставлении и сживании из себя вот этих всех страхов. Это мои руки. Я хочу создать статую и разбить ее, чтобы выразить свой гнев. Самыми захватывающими темами для Луизы всегда оставались чувства человека. И свои работы она создавала не только для того, чтобы на них смотрели. Она, например, думала о запахе в скульптуре. Вам надо немедленно это переделать. Вот что значит быть скульптором. Да, это агрессия. Да. Она упала, и у нее отвалилась голова. Она всю свою энергию и какую-то некоторую боль изливала в творчестве. Это борьба. Борьба с собственным пониманием того, как должно быть. Вот. Единственное, куда ее пригласили поучаствовать, это была в 45-м году выставка «Женщины-художницы». Вот. И для нее это по-своему было оскорбительно в какой-то момент, потому что она себя считала художником, а не женщиной-художницей. Я каждый раз выбираю, куда повернуть, принимаю решение, пойти направо, налево или вперед. Это мой собственный путь. Когда эта идея стала осознанной? Думаю, в этом году. Она прожила настолько длинную жизнь, что в какой-то момент она перестала вообще обращать внимание на критику. Не просто справиться с конкуренцией. Я шла вперед. И я верила в то, чем занималась. Буржуа относится к тем художникам, которые были очень честными. Поэтому, наверное, ее искусство, такое ощущение абсолютной полета и счастья. Цель создания скульптуры – самопознание. Познай самого себя, чтобы стать счастливым. Я видела фильм много-много раз. И советую смотреть его всем столько, сколько получится. Он невероятный. И главная причина тому – Эми Уоллах, одна из его режиссеров. 14 лет у нее был беспрецедентный доступ к Луизе. А это редкость для Луизы Буржуа. Моя модель? Всегда я сама. Отойди, чтобы не попасть в кадр. Это не просто фильм о художнике и произведениях искусства. Вы действительно начинаете влюбляться в нее. Потом она вас шокирует. И затем вы снова в нее влюбляетесь. Каждый раз, когда я смотрю фильм, я вижу что-то новое. Это очевидно.